вот у меня недавно родился сын ну как недавно и может четыре месяца мне тяжело конечно камеру сейчас попробую сам себя записывай сам себя естественно 25 09 через неделю после моего дня рождения у меня родился сын назвала его дмитрием вот и я присутствовал на родах даже фотографировал где но сделал мягкие мелкие зарисовки не как зарисовки как был присутствовал на родах фотографировал и снимал на видео вообще это произошло как-то очень даже спонтанно когда елька ходила беременная я над ней подшучил у тебя будешь плохо себя вести я возьму фотоаппарат камеру приду к тебе народы и буду снимать и фотографировать как ты рожаешь на поначалу типа не 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 возмущалась кривлялась а я же мне это нравилось и ходила и подстегла постоянно что вот приглашу куча фотографов видеооператоров и сам буду там куча аппаратуры принесу ты будешь рожать и я буду снимать а потом где-то за месяц до родов на мультипо ну ты будешь фотографировать снимать как я рожаю и тут меня даже в какой-то ступор поставила говорю ты хочешь она такая да хочу говорю ну хорошо сниму на мультипо нам потом ты не покажешь как это было я говорю ну хорошо покажу вот и поэтому вот я хотел сделать потом из этого какой-то короткометражный фильм наверное ролик рассказать как я как это все происходило как я переживал нервничал да и вообще ну как это с позиции наверное мужчины молодого человека но не с позиции женщин позиции мужчины как это выглядит типа вот вообще как бы я буду рассказывать историю как это все произошло у нас у вас конечно может произойдет это по-другому но как это произошло именно у нас ну это произошло как раз на мой выходной я вот это вот наконец-то решил отоспаться и смотрю у меня где-то часиков 9 наверное в полдесятого да вот так вот юлька будет говорит мультипа у меня вот это же не говорю ты шу шутишь надо мной давай там полях поспи и все пройдет хотя бы там пару часиков да и хотя бы отоспаться она типа не ни в какую она говорит у меня вот типа все вот потекло вода пошла но это ты шутишь на ряд не не шучу действительно вода пошла говорю ладно это вышел на кухню сделался кофейку закурил сигарету думает а ну блин я что не знаю как это у меня в первый раз как бы думаю позвоню к я маме позвонил маме со я говорю слушать такая ситуация говорю как бы юлька говорю что у него вода это шли типа шо делать на мире пошел скорую вызывай я думаю блин я говорю хорошо ну пока я сигарету удокуривал приехала уже скорая приехали начали там что-то писанину оформлять там еще чего-то говорит там собирайте вещи мы типа ее забираем а забирают ее в седьмой роддом вот ну думаю что Юлька переживает нервничает и волнуется как бы все таки как никак выражать и тому подобное страшно я думаю надо подстраховаться пока я тут вещи соберу пока там сяду в машину пока приеду к ней в роддом там вместе с ее вещами там месяц там список целый расписали что нужно туда привезти думаю позвоню отцу там отец у меня недалеко работает седьмой роддом находится на площади руднева а отец работает там перевод театра для 15 минут ходьбы я вот это вот когда Юлька себе посадил скорую позвонил батя говорю бать так вот и так говорю там Юльку повезли в роддом говорю подскочи туда мало ли там что понадобится подстрахуй да и ей спокойнее будет он сказал хорошо я вот это вот встал пошел к машину забрал вещи пошел к машине а у меня как на западлом в машине сел аккумулятор и машина не заводится ну мне повезло я там сразу же нашел какого-то человечка он меня прикурил я завелся и где-то часам к 11 я приехал в больницу ее положили в палату там по-моему 4 или 5 кровати в палате вот ну я пытался там к ней пробиться с вещами во первых нужно чтобы попасть в роддом нужно типа флюорография о том что ты типа ничем не болеешь копия должна быть у тебя на руках и оригинал пусть будет у тебя на руках и копия должна быть вклеена в книжечке вот это вот книжечка родовая которая девушки делает там в ней должно быть написано о том что копия там туда-сюда допускается отец чтобы могли чтобы вас потом пустили в роддом к вашей жене девушке к супруге вот и я вот это вот да я вот это вот приехал попал про захожу в них палату она вот это вот ходит корчится от боли корчится причем это как я даже не понимаю какая это боль то есть это какая-то своеобразная боль это не тогда когда что-то болит а это какие-то вот как она говорит что потуги схватки я не знаю как это правильно назвать типа сжмет давит коллет режет ну короче пипец полный я захожу она вот это вот лежит в палате возле нее разрывается мобильный телефон там ей все наяривают родственники родные и близкие то то есть как бы просьба если вдруг у вас начинает кто-нибудь рожать не наяривайте им каждые 30 секунд чтобы узнать как они воно что девочка моя лежала ей плохо у нее там 80 или 90 пропущенных и телефон разрывается она просто не в силах там сбросить или там перед взять трубку сказать что ребята отвалить вот я вот это вот зашел на говорит пошли походим мне так проще и легче цепилась меня пошли мы походим походили погуляли я смотрю ей все хуже и хуже она все больше и больше корчится от боли дома подойду я к нашей медсестре там главному или еще кому-то словил кого-то в коридоре и белом халате говорю ну что расскажет ну вот там туда все дым все хорошо все в порядке так типа и должно быть ну действительно так и должно быть да типа все так и должно быть все зашибись ну типа вот у нее сейчас матка маленькая раскроется до определенного размера по-моему там 4 сантиметра или до 5 сантиметров и тогда вы поедете в предродовую комнату кайфово и сколько она будет открываться то вы типа не переживайте она примерно раскрывается там раз два часа раз три часа на 1 сантиметр раз в час раз два часа у кого как вообще позитивно говорю но это было часов в 11 наверное уже утра вот это вот я узнал есть какую-то фигню в кололи чтоб она быстрее раскрывалась шейка матки там с ней потусил мне сказали там какие-то анализы съездить забрать потому что нет в книге не были вписаны я съездил за анализами где-то часов 12 я приехал но она вообще то есть лежит и пищит кричит верещит мне очень 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 больно я говорю ну чё терпи давай пошел к доктору наехал на него это что я могу сделать где-то через полчасика затащили в осмотр ну в комнату для там где осматривают и посмотрели говорят ну чё потихоньку собираетесь и где-то в час где-то по второго мы переползли в другое отделение вместе с вещами нас положили в отдельную комнату вот и тут начинается самое самое веселое у неё потуги или как они схватки все сильнее и сильнее шейка матки у нее не раскрывается а нужно чтобы она очень там много раскрылась и такая медсестра пришла такая ой как у вас все классно все хорошо юлька лежит типа пищит возмущается там кричит тому подобное ей больно неприятно я измотан и испуган и не знаю так должно быть не должно быть это первый раз и она такая все классно все хорошо у вас там типа раскрылась на четыре сантиметра должно раскрыться типа там на десять ну типа часов через шесть семь будете рожать я говорю как ну вот вот так вот ну типа с зависимости от того как это все дело пойдет я такой замечательно то есть мне тут еще семь часов вместе с ней торчать грубо говоря и семь часов мучаться думаю но это не прикольно и типа чтоб ей больно не было по множеству если не ошибаюсь попросили купить купили ножку я вот это вот с того момента начал ходить снимать фотографировать как-то пытаться поддерживать не она юлька молочина она как бы терпела и такая типа не уходи на меня даже на перекур не отпускала тебе говорит не уходи никуда типа будь со мной солнце эти покурить хочу уже типа блин два часа с тобой не 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 давай быстро покурил вернулся и типа сиди со мной вот ну и где-то часиков в шесть начал подтягиваться народ юлька уже совсем измученная была она то там на мячике на шарики покатается и так проще легче то походит то попрыгает то зайдут послушать сердечко доктора то еще чего-то но в основном начал народ потягиваться девочек часиков 6 вечера вот начали там его перекладывать поменяли комплект белья там еще чего-то там такое померили давление проверили пульс ребенка ее пульс типа рассказали как нужно тужиться типа вот типа на вдохе и вот как бы выкакиваемся не тужимся они говорили выкакиваемся 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 вот и я где-то пол седьмого дома пойду-ка я перекурю это уже вечер был отец приехал к роддому мой сразу же после работы типа подождать мало ли я там освобожусь и поедем вместе домой вот вышел покурили поболтали я захожу где-то без пятнадцати семь и начинается веселье у юльки начинаются сильные схватки и говорят тужится и вот она должна его тужится и вытолкать как бы ребеночка ну получается как это пошла у него уже совсем другая боль когда начали семена тужится когда на когда схватки то совсем как я понял совсем другая боль совсем какая-то непонятно вот и она получается как ей очень больно и она типа первую схватку тужится а вторые две одну такое симулирует а так делать нельзя ей нужно ну все спотну схватки тужится чтобы ребенок вышел чтобы его не мучить это он начинает потихоньку вылазит она типа чуть-чуть подтолкнула его даю все вот и получается раз-два мы пробовали сидя пробовали и лежа пробовали и стоя пробовали там есть разные позы вы если будете в роддоме в этом увидите марса просто там целый перечень как можно и породы принимать вот и получается потом пришел дядя доктор по идее который должен был на самом деле роды принимать он там соседней палате роды принимал пришел говорит ну шо юлька давай рожать она типа ну давай потужилась потужилась ну не получается давай мы тебя будем это того резать на типа не 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 резать не будем ну ну типа кесарева не кесарева не будем ну ладно не будем так не будем во время того как елька тужилась медсестра аккуратненько ножничками чуть надрезала потому что мальчик большая девочка маленькая крупенькая вот и доктора когда натужилась то есть там заставили ее сильнее сильнее тужится и потому чуть-чуть придавил и получается вытолкал его и у мелкого головка выскочила вот такой я же такой выглянул посмотрел ухты ну туда сами не заглядывал конечно внутри это не из приятных вещей ну тем не менее мелко увидел сразу самый первый вот ну увидел как бы июлька сразу выдавил она получается головку и сразу же пасанула ну то есть как перестала тужиться вроде бы как облегчение говорят нет 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 давай тучься тучься она вот это вот заставили еще раз тужиться и она вот это вот полностью как это выдуло как говорится вы как он вылез сразу начал кричать его обмотали положили сверху на юрку но честно говоря ощущения такие ух непередаваемые аж это будто бы сквозь тебя такая волна какая-то прошла и тебя что-то начинает труханить но это как не для слабо нервный дотор спрашивает мультипу ну как типа все хорошо я влюну да все хорошо типа ну на шатырь не надо ничего не надо это нет вроде бы все хорошо типа ну просто тут это в обморок речи попадает честного ты не падай ромарок я варенье не падаю все типа замечательно все нормально ну типа ну ладно хорошо вот можете курить мы типа будем юрку там повину обрезать зашивать я говорю ну ладно хорошо купи там еще там чего-то там пятое-десятое не хорошо там простынки какие-то еще чего-то я спустился позвонил сказал типа родила мальчик три пятьсот пятьдесят вот пятьдесят три сантиметра типа ух ты все такие здоровые там классные то сюда покурил поделился впечатлениями фотками сразу же с отцом он сказал молодец поздравляем я вернулся назад отдал все мне говорят будет она еще в этой палате лежать перед родовой ну перед родовой после родовой его пару часов а вы там сидите возьмите комплект постельного белья там еду памперс это панузе ну все что там мелкому надо я вот это поехал домой заехал по пути в аптеку скупился привез это все помог им переехать в палату уже в отдельное помещение там где ну на выписку вот довольная счастливая мелкий крикливый вот ну и там ее продержали получается это было пятница или до пятница или суббота с выписывали ее через два-три дня получается в понедельник приехала куча родни выписали ну принципе как это это классное ощущение эмоции честно говоря если вы не я советовал бы присутствовать при родах вашей любимой девушки женщины потому что ну как это если она конечно уверена в вас и разрешит вам присутствовать единственное что вот ходит такой миф легенды о том что если мужчина поприсутствовал на родах женщины то у нее пропадает там типа сексуальный интерес к женщине нифига подобно вы там особо не заглядывайте не рассматривайте просто будьте как поддержка то есть я допустим я там был я примерно понимаю что там происходит но это на них